Зараз перед вами карта, яку мы уже разбирали и яку запропонувал пан Сергей. За для большего разумения автор перейдет с людской мовы на мову российскую. Карта 1674 года создана во Франции, создана французом и не имеет никакого отношения к так ненавистным на сопредельной территории полякам. Если на середину 17 века географические и политические сведения, которые были зафиксированы на этой карте, были известны во Франции, значит они были известны и всей Европе. Италия, Германия, Испания в середине 17 века, не говоря уже о Нидерландах и Великобритании, имели точно такие же знания, которые зафиксированы на этой карте. Теперь давайте мы перейдем к названию данной карты. Она была составлена в 1674 году. Составитель Сансон, не тот Сансон, который был потомственным палачом всея великие белые и малые Франции. Здесь речь идет о картографе Сансоне, на картах которого мы еще будем обращать наше внимание. Вы видите, как называется эта карта. И для того, чтобы ничего от себя не добавлять, автор просто занес название этой карты в Google Переводчик. Google Переводчик определил, что перед нами язык французский. И так перевел название этой карты на язык сопредельной территории. Читаем. Черная Русь или Польша включает в себя области Черной Руси, Волынь и Подолье, разделенные на полотенаты. То есть это внутренние границы на нашем сегодняшнем языке, это границы областей. Далее текст названия читается так. Широко известные, то есть Черная Русь, Волынь и Подолье, они широко известны под названием Украина или Земля Казаков. Если коротко, то это карта Черной Руси, Волыни и Подолье, которая широко известна в Европе под названием Украина или Земля Казаков. Таков перевод названия данной карты, которую сделал Google Переводчик. Теперь давайте мы несколько увеличим верхнюю часть этой карты. И автор хочет обратить ваше внимание. С левой стороны от вас под термином ремарки идут разные обозначения городов, которые вы можете прочитать. Если мы перейдем в правую верхнюю часть этой карты, мы увидим, что меры длины на этой карте указаны как французские, так и германские, как польские, так и украинские. И даже меры длины московитов. Обратите внимание, что мы не в первый раз сталкиваемся, что на географических картах того времени, даже на тех картах, которые впрямую не касаются Украины, присутствуют меры длины, которые применялись, обозастосовывались на территории Украины. Эти меры длины были хорошо известны в тогдашней Европе. И как вы сами видите, даже во Франции они были известны. Маловероятно, чтобы эти меры длины применяли только некие пограничники, как утверждают на сопредельной территории, ибо они считают, что Украина это пограничник. Украина это отдельная земля, отдельная от Польши, от Германии, от Франции, в которой есть свои меры длины. Но она также отдельна и от Московии. От Московии, а не от России. Ибо термин «Россия» это искусственный термин, который начнет внедряться в классическую историографию значительно позже 1670-х годов. И в это время сопредельная территория была известна под своим историческим названием Московия, которое произошло от московского улуса Золотой Орды. Итак, мы можем зафиксировать, что если Европа знала, что Украина отличается даже мерами длины от Польши и Московии, это значит, что Украина существовала, а вот так называемой России еще не было. Причина тому проста. Россию еще не придумали немцы. И они же еще не написали ей ее европейскую историю. Теперь давайте мы спустимся несколько ниже по карте. Мы видим надпись «Польша» и видим надпись «Черная Русь». Слово «Руссия» аборигены северо-восточной территории перевели бы как «Россия». Но, как известно, на этих землях никогда не было и не будет никакой России. Ибо слово «Руссия» переводится как «Русь». Это один единственный перевод этого слова. Почему именно западные земли, указанные как «Русь черная», автор может пояснить только одним. Червоная Русь, а именно земли Волыни и Галичины, вплотную примыкали к Руси черной. Бывшая столица Черной Руси – это город Новогрудок. Черная и Червоная Русь граничили между собой. Это единственное объяснение автора, почему термин «Черная Русь» применен к землям Руси червоной. Но в любом случае слово, термин «Русь» применен абсолютно правильно с географических и исторических понятий именно к этим землям. Давайте мы несколько увеличим ту часть карты, которая показывает нам город Львов. Город Львов, как вы сами видите, очень важный город, в отличие, например, от Калуша или Бушка, ибо он имеет несколько обозначений. Мы с вами видим три надписи на разных языках – Львов, Лемберг и Леополис. И именно Львов на тот момент являлся центром Черной Руси, как указано на этой карте. Перейдя в левую нижнюю часть карты, мы с вами увидим, что левобережье Днепра, которое ограничится Крымом, обозначено как земли, которые находятся под протекторатом крымских татар. Автор хотел бы обратить ваше внимание, что в районе Черного моря на этой карте указаны леса. Насколько они были большими и густыми, автор не знает, но абсолютно точно, что с приходом так называемого Руэсэского мира, леса на этих землях исчезли. Следующая картинка показывает ту часть карты, которая нам с вами будет интереснее всего. Здесь мы видим надпись «Украина – страна казаков». Как вы видите, на землях Украины огромное количество городов. В верхнем левом углу вы видите город Житомир. Очень важный город в то время. Надпись «Украина – страна казаков» переходит с правого берега Днепра на его левый берег. Ровно так же, как и сейчас, надпись «Полотинат Киев» мы видим чуть выше надписи «Украина – страна казаков». А чуть ниже мы видим надпись «Подолия». Автор напомнит, что в названии данной карты, переведенной гуглом «Галичина, Волынь и Подолье» все это названо «Украиной» или «Землей казаков». То есть и Подолия, и Волынь, и Киевщина, и уж конечно же «Галичина» в середине 17 века во Франции именовались «Украиной» или «Страной казаков». Давайте мы с вами несколько увеличим ту часть карты, где мы видим надпись «Украина», чтобы у народонаселения сопредельной территории не возникало никаких вопросов. Почему автор об этом сказал? Потому что на канале «Шановного пана Володимира», то есть на канале «Старый Декубрас» автор посмотрел умствование представителей, или если сказать точнее представительницы сопредельной территории, которая учила нас с вами, что слово «Украина» и слово «Вкраина» – это два разных слова. Правда, она была под шофе. Именно это под шофе и просветило данную представительницу. Общение с этим народонаселением может выдержать не каждый человек. Посмотрите те видео, которые выложил на своем канале «Шановный пан Володимир», они о многом говорят, ибо эти люди даже плохо владеют своим собственным, так называемым «руэсэским» языком, а вишь, поучают нас с вами, что означает слово «Украина», и что это вообще два разных слова «Вкраина» и «Украина». Теперь давайте мы с вами увеличим ту часть карты, которая показывает нам город Киев. Как мы видим на этой карте, точно так же, как и город Львов, название города Киева написано на нескольких языках. Чуть выше города Киева мы видим Выжгород, на левобережье Бровары и Борисполь. Чуть ниже древний город Белгород. Теперь давайте мы перейдем в ту часть карты, которая показывает сопредельную с Украиной территорию, которая на этой карте обозначена как Московия. Мы видим надпись, которая говорит, что это граница между добром и московитами. Если мы увеличим данную часть карты, мы с сожалению зафиксируем, что Чернигов, Конотоп, Путивль, Батурин уже захвачены московитами. По крайней мере, французы того времени эти украинские города обозначают под властью московитов. Напомню, что на этой карте нет никакой России, а есть Московия. То есть жители Батурина в 1674 году значились как представители московитов. Конечно же, украинская душа никуда не делась. И люди в это время и в Путивле, и в Чернигове, в Батурине и в Конотопе говорили на своем родном украинском языке. Но они уже находились под властью московской орды. Город Нежин, как вы сами видите, был в то время городом пограничным. И данные этой карты, между прочим, очень сильно отличаются от тех исторических вымыслов, которые распространены на сопредельной территории. Но данная карта опровергает хотелки сопредельной территории. Подводя промежуточный итог обзору этой карты, мы можем сделать некоторые выводы. А именно, в 1674 году слово-термин «Украина» был известен всей Европе. Второе. На середину, а если сказать точнее, на вторую половину 17 века, ни о какой России еще и речи быть не могло. Ибо ее еще не придумали. В это время была еще Московия, которая вылупилась из московского улуса Золотой Орды. Вывод третий. Все Приазовье и Крым находились под властью крымских татар. А отсюда мы передаем большой-большой привет всем навороскам, а особенно навороссам. Пусть они нам теперь расскажут о исконно русских землях, а мы их внимательно послушаем. Теперь давайте мы с вами перейдем к цитате из текста Павла Олепского, которая даст нам хотя бы некоторое представление о той жизни и тех отношениях, которые сложились на середину 17 века в связи с восстанием под предводительством Богдана Хмельницкого и под воздействием Запорожской сечи на землях под властным Богдану Хмельницкому. Иными словами, на землях, которые были освобождены от польского влияния и еще не захвачены московитами. Павел Олепский, между прочим, свидетельствует, что в Украине было своеобразное деление, как сейчас бы сказали по областям, но главами этих областей были полковники. Павел Олепский называет их пашами, как это было принято в Турецкой империи. Павел Олепский говорит о том, что под предводительством Богдана Хмельницкого было войско, которое превышало полмиллиона человек. Он отмечает, что из этих более 500 тысяч, 100 тысяч была кавалерия. Павел Олепский отмечает, что эти самые наездники отличались особым искусством верховой езде и джигитовки. Почему это важно? Потому что нам с вами-то хорошо известно, что казаки – это в основном пехота. Пехота – это страшное дело в то время. Однако, кавалерия – это скорость и искусство маневра. И именно маневром можно победить врага. Иметь большую кавалерию – значит иметь огромные экономические затраты. А это значит, что у Богдана Хмельницкого были деньги для содержания не просто полумиллионной армии, а еще 100 тысяч кавалеристов. И не просто кавалеристов, а, как отмечает Павел Олепский, серьезных джигитов. И что самое интересное, при, видимо, огромных затратах на войну и армию, люди, которые жили на подвластных Богдану Хмельницкому землях, а это были огромные земли по тем временам, люди платили совсем небольшой налог. Павел Олепский пишет, что с людей никто не берет ни десятины, ни иного подобного налога. То есть люди, жившие на землях подвластных Богдану Хмельницкому, не платили налоги. Как вы сами видите, Павел Олепский четко пишет, что они, то есть люди, от всего этого свободны. И в таком положении находятся все подданные страны казаков. Они не знают ни налогов, ни харача, ни десятины. Павел Олепский поясняет, а откуда же Богдан Хмельницкий брал все эти огромные деньги на содержание этой огромной армии, которую надо было одеть, обуть, вооружить, а кавалеристов еще и обучить. Все это вы узнаете, прочитав текст Павла Олепского. Автор же хочет отметить одно, что Павел Олепский, указав все это, пишет, что эти сведения о Богдане Хмельницком и казаках, которые он передал подробно, он лично, старательно, после многих расспросов, проверок и перепроверок, изложил с утомлением, удостоверяясь в правильности и верности этих сведений. То есть мы полностью можем доверять сведениям Павла Олепского. Этот текст дает нам частичный ответ на вопрос, который поставил шановный пан Сергей. И мы можем сделать вывод из данного текста, что освобожденные земли Украины жили в достатке, и Богдан Хмельницкий находил возможности для содержания огромной армии, не облагая налогом украинца. Если сейчас нашему с позволения сказать президенту, сказать, чтобы он освободил от налогов не то, что предприятия, а просто тех людей, которые торгуют на базаре, это вызовет непонимание у власть имущих. А вот Богдан Хмельницкий находил возможность вести успешные боевые действия, вооружать армию и не напрягать мирных людей. Что, кстати говоря, мы возьмем на вооружение, когда будем говорить о том, как турки-османы смогли закрепиться на сегодняшних землях Турции. Прошу запомнить этот момент. Какой же можно сделать окончательный вывод из этого видео? Он один. Украина появилась раньше так называемой России. И на освобожденных землях Украины люди жили в достатке и были действительно свободными и вольными людьми, в отличие от того народа населения, которое было закрепощено московитами. Но то, что они делают на своей территории, это их дело. Наверное, им так нравится. Главное, чтобы они не лезли к нам и не приписывали нашу историю, то есть историю Руси, к своей московской истории.